Мне хотелось дать задание тем, кто не несет ответственность в церкви. Помолитесь и найдите ее. Хорошо? Чтобы то, за что ты взялся, оно цвело. Но это абсолютно хорошо для верующих. Вы читали в Писании? Нести ответственность. Потому что Иисус отвечает за свою церковь, и его дети тоже. Понимаете, о чем я говорю? То есть невозможно быть учеником Иисуса и не делать то, что он говорит. И не нести ответственность. То есть задумайтесь. Не христоподобие – это следование за Иисусом. Когда ты делаешь то, что делай то. Правда? Это ученичество. Все остальное – это не ученичество. Поэтому есть на это благодать. Хочется, чтобы в этом году церковь взять ответственность. За изменение атмосферы здесь и за влияние на мир. Еще Евангелие будет спасать людей. Наши молитвы будут отвеченными. Присутствие еще более увеличится. Особенно, братья. Вам сам Бог велел быть ответственными. Правда? Если решите. Если вы не чувствуете, что, но вы хотите это делать, качественно, пожалуйста. Наш Бог – творец. И у нас есть удивительная способность превратить. Грубо порядка превратить в такое служение, которое будет центральным в церкви. Ты заходишь в церковь, тебе там пророчество такое, которое тебя с ног сбивает. Такое, что прям говорят тебе в жизнь, что знаешь только ты и Бог. Вот представьте такую грубо порядка. Это невозможно. Возможно. Почему нет? Об этом говорит Библия. Все могут пророчествовать. Одним следом ты раз, у тебя руку возлагают, у тебя раковая опухоль, ба-бах, и куском на землю. Следом. Возможно это? Да, возможно. Грубо порядка там. В церковь заходишь через ручеек. Это зависит просто от твоего откровения и желания себя посвятить в это. Это означает конец рабства. Ваши домашние группы были. Люди с района бежали, потому что у вас мертвые воскресают. Исцеляются больные. Делать то, что делает Иисус. Если у вас есть потенциал особенный, потенциал творчества, громадный, это такой кайф, что Бог нас вложил в это, но это надо активировать.